Добрый вечер, коллеги. Большое спасибо за приглашение организационному комитету. Это большая честь быть здесь и поделиться с вами нашими результатами лучевой терапии из центра Слона и Кеттеринга в Нью-Йорке. Тема моего доклада Hyperfractionated Ablative RT for Unresectable Pancreatic Cancer. И я попробую сделать его по-русски. Посмотрим, как получится. Как присутствующие здесь в зале, я думаю, знают, целесообразность лучевой терапии для местно распространенного нерезиктабельного рака поджелудочной железы остается под вопросом. Стандартная лучевая терапия обычно состоит из 40 до 60 грей. Размеры индивидуальной фракции это 1,8 до 2 грей. И обычно весь режим занимает 5,5-6 недель. Делается вместе с химиотерапией. И было проведено много рандомизированных клинических исследований, которые задавали именно этот вопрос. И, как вы знаете, данные были неоднозначными. Здесь показаны три самые последние исследования. Все они были проведены в тот момент, когда уже гемцитабин вошел в клиническую практику, был использован здесь. И если вы обратите внимание на колонку среднюю общую выживаемость, то средняя общая выживаемость была в диапазоне от 9 до 16 месяцев, и не было преимущества пациентов, которые получили лучевую терапию. Если вы обратите внимание на двухлетнюю выживаемость, то она была от 5 до 25%. И 25% наблюдалось только в одном исследовании. Это самое последнее исследование LEP07. И следует отметить, что в этом случае пациенты, которые были рандомизированы, это были пациенты, которые уже прошли курс химиотерапии. То есть это были люди, у которых уже был более лучший прогноз. И опять хочется отметить, что дозы, которые используются для стандартной лучевой терапии, они основаны на переносимости лечения, а не на его эффективности. Радиохирургия является одним из последних технологических достижений в области лучевой терапии. И радиохирургия, или еще, как она называется, стереотоксическая лучевая терапия, позволяет высокоточную доставку высоких доз облучения к небольшим опухолям под визуальным контролем. Стандартные режимы состоят из одной до пяти фракций. Это было разработано в основном для опухолей, которые были вне брюшной полости. Почему от одной до пяти фракций это удобно? И потому что биология клетчатой гибели возможна иная, когда индивидуальная фракция больше, чем 8 грей. Опять же, хочется подчеркнуть, что это было выработано изначально для опухолей вне брюшной полости. И эти части тела отличались тем, что это были, во-первых, не мобильные участки, как, например, череп или позвоночник. Или это были мобильные участки, как, например, легкие, но это были органы, где радиочувствительность зависит от объема облучения, и нет какого-то определенного уровня, который нельзя превысить. Опять же, очень много исследований было сделано именно для аденокарциномы легких, и мы знаем, что доза, которая необходима для того, чтобы добиться локального контроля, под локальным контролем мы подразумеваем, что нет прогрессирования у больше, чем 90% пациентов в течение лет. Чтобы добиться такого локального контроля, например, для аденокарциномы легких, необходимо как минимум 100 грей в биологически эквивалентных дозах. Это значит, что для рака поджелудочной железы можно считать, что должны быть как минимум такие же дозы. Я думаю, что в основном в аудитории здесь находятся нелучевые терапевты, поэтому хочется сделать небольшую отставку и объяснить, что эффективность лучевой терапии просто нельзя дозы взять и сравнить, и сложить. Это немножечко, как вот есть такая английская пословица, сравнивать яблоки и груши. Вроде бы оба круглые фрукты, но нужно их привести к общему знаменателю каким-то образом. То есть 25 грей за одну фракцию – это намного-намного сильнее, чем, скажем, 50 грей за 25 фракций. Для того, чтобы сравнивать разные дозы, нужно использовать специальные формулы, чтобы их переводить к общему знаменателю. И эти формулы отличаются, если мы говорим об эффективности какой-то определенной схемы, то есть мы говорим об опухоли, или если мы говорим о токсичности. И даже токсичность разных органов, при этом нужно использовать разные формулы. Так вот, я привела здесь несколько примеров режимов, которые эффективны для аденокарцином, скажем, легких. То есть, например, 25 грей за одну фракцию – это имеет биологическую эквивалентную дозу около 100, немножко меньше. И такие дозы нужны, чтобы была какая-то возможность контролировать рак, аденокарциному. Но возможно ли эти дозы для рака поджелудочной железы? К сожалению, для опухолей поджелудочной железы доставка дозы ограничена близостью радиочувствительных органов ЖКТ. В первую очередь, 12-перстные кишки, тощие кишки и желудка. То есть здесь радиочувствительность зависит от какого-то порожного уровня. И не так сильно зависит от объема. То есть даже маленькая точка какой-то определенной высокой дозы может быть связана с большим процентом побочных эффектов. А здесь же также еще присутствует неопределенность, создаваемая дыхательными движениями. Поэтому, когда режимы, которые были изначально разработаны для других частей тела, были использованы для рака поджелудочной железы, это было связано с неприемлемой токсичностью. Здесь приведены два из таких первых исследований. Одно из них было сделано в Штатах, в Стэнфорде, где использовалось 25 грей с помощью CyberKnife. Второе было исследование издания, где было тоже проделано много изначальных исследований для рака аденокарциномы легких. И в обоих случаях были слишком большой процент побочных эффектов. Поэтому, чтобы избежать слишком большой токсичности, было принято всеобщее решение понизить дозу. То есть самая распространенная схема, которая вошла в клиническую практику, это 33 грей за 5 фракций, то есть 6,6 грей за индивидуальную фракцию. Здесь показаны результаты мультицентрового исследования, в котором участвовали мы, Memorial Sloan Kettering Stanford и Johns Hopkins. И, как вы видите, ранее и поздние токсичности были маленькими, 2,10%. Но, как я вам уже объяснила, это была довольно маленькая доза. То есть если ее сравнить в биологически эффективных units, то она была как примерно половину того, что мы знаем, требуется, чтобы достичь локального контроля. То есть средняя общая выживаемость при этом была 13,9 месяцев, что, в принципе, сравнимо со стандартной лучевой терапией. Хотя, конечно, здесь есть преимущество, что это намного быстрее, эта схема лечения. Но как же идти вперед? Один из базовых принципов радиобиологии – это то, что один способ достичь более высокую эффективную дозу при сохранении приемлемого риска токсичности – это путем увеличения количества фракций, таким образом увеличение общей дозы. Именно основываясь на этом принципе, но используя при этом технику стереотаксиса, ученые в MD-Andersen придумали вот такую новую систему, которую они назвали гипофракционная аблиативная лучевая терапия. Почему гипофракционированная? Потому что каждая фракция больше, чем стандартные два ГРЭ. Почему аблиативная? Потому что если пересчитать это в биологически эффективную дозу, то это должно достичь локальный контроль больше, чем 90%. Они изначально использовали несколько разных схем, но все они, если вы посмотрите во вторую колонку, все у них биологически эффективная доза больше, чем 70%. И когда они сравнили общую выживаемость больных, которые получили эту новую аблиативную лучевую терапию, с больными, которые прошли стандартную лучевую терапию в том же госпитале, то вы видите, что общая выживаемость была выше у пациентов, которые прошли аблиативную лучевую терапию. И причем эти кривые продолжали раздваиваться. То есть мы продолжали видеть разницу они после двух лет, после трех лет и даже после пяти лет. И стоит заметить, что эти данные не только лучше, намного лучше, чем любые данные стандартной лучевой терапии, но они еще довольно сравнимы с данными, которые получены в различных хирургических исследованиях тоже. Это все было проделано под руководством доктора Кристофера Крейн. И в 2016 году он пришел в наш центр, Memorial Sound Catering. С тех пор мы тоже переняли его технику, и с тех пор у нас прошло лечение 169 пациентов. То есть между 2016 годом и февралем 2019. Из них 136 пациентов, то есть это то, что мы называем радикальными, то есть это были пациенты, которые не прошли никакого хирургического лечения, хотя все из них получили индуктивную химиотерапию, в основном фонфьюринекс. Маленькое количество пациентов получило гемцитабина браксейн. Была также маленькая группа, состоящая из 33 пациентов, которую мы называем сальважные. Это пациенты, которые до этого прошли операцию, и у них случился местный рецидив. Здесь характеристики этих пациентов, как обычно, немножко больше мужчин, преимущественно рак головки. Это были опухоли в основном Т3 и Т4. 41% имело вовлечение лимфоузлов. И даже было маленькое количество пациентов, у которых был метастаз. Режим фракционирования был в основном один из двух. Или 75 грей за 25 фракций, то есть это занимало 5 недель. Или 6,5 грей за 15 фракций. Разница между ними заключается только в том, что мы считаем, что 75 грей за 25 фракций более переносимая. Но биологическая эффективность, если посмотреть по отношению к опухоли, должна быть примерно одинаковая. То есть больные, у которых опухоль находилась меньше, чем сантиметр от ЖКТ, они получили схему 75 грей за 25. Остальные больные, у которых опухоль находилась больше, чем 1 сантиметр, получили схему 67,5. Был один пациент, который до этого прошел хирургическое лечение, поэтому все органы ЖКТ были далеко, поэтому ему было возможно сделать курс 50 грей за 5 фракций. Здесь представлена кривая общего выживания наших предварительных данных. Средний период наблюдения здесь 12 месяцев с момента диагноза. Это только та группа, которая прошла радикальное лечение. Вы можете увидеть, что двухлетняя общая выживаемость 55%, а средняя общая выживаемость была не достигнута. То есть мы повторили результаты, которые группа из МТ Яндерсона изначально показала. У нас намного больше пациентов. Хотя, конечно, это все еще не окончательные данные, предварительные, но выглядят очень многообещающе. Это группа, которая прошла сальважную лучевую терапию после локальных резицидивов, после предыдущей операции. Здесь период наблюдения был 15 месяцев. Общая выживаемость показана с момента, когда рецидив был отмечен на КТ. И здесь двухлетняя общая выживаемость составляла 71%, и опять средняя общая выживаемость была неопределенной. Анализ токсичности... Анализ токсичности был приемлемый. Если вы обратите внимание на токсичность верхних отделов ЖКТ, то есть кровотечение или язва, то это было 6%, и это были... токсичность второго и третьего уровня. То есть не было четвертого или пятого. Другая токсичность была низкой тоже. А вы не могли бы следующий слайд включить? Спасибо. И, наконец, выводы. При использовании гипофракционированных режимов стереотоксическая технология позволяет увеличение биологически эффективной дозы лучевой терапии для нерезиктабельного вместо распространенного РПЖ как минимум в полтора раза по сравнению со стандартной лучевой терапией или с широко распространенными низкими режимами из трех до пяти фракций, которые называют радиохирургией. И эскалация дозы ассоциирована с улучшением общей выживаемости по сравнению со стандартной лучевой терапией. А также сравнимо с хирургической статистикой. Так что, так сказать, такой take-home месседж для всех. Я хотела бы, чтобы все запомнили, что радиохирургия – рознь радиохирургии. И что нельзя просто считать, что если какие-то исследования, которые называются радиохирургией и SBRT, не показали улучшение общей выживаемости, то лучевая терапия нецелесообразна для рака поджелудочной железы. Так что все дело в деталях. И в конце я бы просто хотела поблагодарить своего коллегу доктора Кристофера Крейн, а также своих русских коллег Марину Черных и Наталью Деньгину. Это две русские лучевые терапевты, которые мне помогли с переводом. Спасибо большое. Спасибо. Кому угодно задать вопросы. Пожалуйста. Вячеслав Иванович. Я хотел сказать большое спасибо. Я слышал этот доклад второй раз в улучшенном, не в улучшенном, в модернизированном виде, потому что предыдущий тоже был хорош. И это на меня произвело сильное впечатление. Потому что у хирургов появился сильный конкурент, радиохирург. Это первое, что я хочу сказать. Второе. Я хочу сказать, что хирургия тоже отличается от хирургии, потому что все зависит от деталей. Конечно. Хотя люди называют это одним и тем же словом. У меня даже больше комментариев, учитывая то, что это последний отклад, я могу себе позволить. Вот это замечательное сообщение побудило меня задать один вопрос. Еще тогда, когда это было на ЖКТ «Русска». Не так давно. Как много центров делает это в Америке? Оказалось, что их всего три. Их всего три, но к нам приезжают приезжать специалисты из разных центров, чтобы... Десеминировать. Понятно. Но пока что их всего три. Это довольно сложные вещи, которые в случае несоблюдения большого количества условий могут привести к серьезным осложнениям и полностью его дискредитировать. Потому что я уже задавал этот вопрос. Я сейчас теперь рассказываю то, что Маршаном должна была рассказать, но рассказываю и я. Слава Иванович, может, давайте это оставим на дискуссии, а сейчас будут вопросы. Потому что есть еще коллеги, которые хотят задать вопросы. У меня такой вопрос. Что, радиохирургия заменит хирургию? Нет. Это не к вам вопрос. Радиолога. Давайте дадим слово радиологам, чтобы они рентгенологи спросили радиологов. Вам только что объяснили, что радиохирургия и радиохирургия – это разные вещи. Поэтому я спрашиваю того радиохирурга, который наиболее успешен. Я думаю, что в данный момент нет. Но, возможно, в каком-то далеком будущем это будет зависеть от анатомии определенного пациента. То есть для нас до сих пор, если у пациента опухоль, которая очень близко находится с органами ЖКТ на переджелудке или двенадцатиперстной кишкой, если очень большой контакт, то мы не в состоянии все-таки полностью эту опухоль покрыть требуемой дозой… Без риска. Без риска, да. Но если это какая-то маленькая опухоль, которая находится дальше от этих органов, то, возможно, для тех пациентов, возможно, в каком-то будущем лучевая терапия все-таки может быть примерно связана с таким же успехом, как и хирургическое вмешательство. Спасибо. А скажите, пожалуйста, вот в этом же ракурсе вопрос. Если маленькие опухоли, ну, там, скажем, локализованные опухоли лучше поддаются этой терапии, видите ли вы какую-то перспективу в неоадевантном лечении операбельных опухолей, а потом, скажем так, девитализации опухоли, а потом выполнение оперативного вмешательства? И инициированы ли какие-то в вашей стране или в вашем центре подобные клинические исследования? Да. Я должна отметить, что ни один из пациентов, который здесь был указан, не прошел операцию после облучения. Но у нас в данный момент есть клиническое исследование, где мы для пациентов, у которых неоперапельная опухоль, то есть не borderline resectable, а которые уже контакт с сосудами больше, чем 180 градусов, вот для таких пациентов у нас как раз идет исследование, используя вот этих самых доз до операции. А при маленьких операбельных опухолях не используете как дооперационный девайс? Нет, для маленьких операбельных нет. Спасибо. Пожалуйста, еще вопрос. Пожалуйста. Пожалуйста. Врач-радиотерапевт Центра радиохирургических технологий имени Гранова. Скажите, пожалуйста, какие методы фиксации вы используете? Используется ли вы в постоянном назначении ABC, контроль дыхания, и на каком аппарате вы облучаете пациентов данных? И второй вопрос. Используете ли вы и был ли опыт применения мультифракционирования для лечения операбельных? В общем, применение мультифракционирования, да, с разницей в 6 часов и дальнейшего применения операбельности. И можно ли было потом выявить лечебный патоморфоз после данного применения, ежели такое было применено? Спасибо. Здесь несколько вопросов. Изначально, да, то, как мы пациента изначально immobilize, я забыла правильное слово, фиксирование очень важно, но самое важное это, чтобы контролировать движение диафрагмы. В основном все наши пациенты, мы их лечим с помощью DIBH, то есть они задерживают дыхание. Если они не могут задержать дыхание, то мы их лечим при помощи GATING, то есть машина включается только если опухоль находится, вернее металлический маркер находится только в определенном диапазоне. Мы, все лечение было сделано на TrueBeam, и при этом мы используем Variant, как это называется? Скажите, по-моему, если... Вот я забыла название системы, которая за дыханием. ABC. Не ABC. Синхронизатор дыхания. Синхронизатор дыхания, это неважно название, но который вместе с TrueBeam. Вы не фиксируете эти дыхания? Нет. Потому что при этом вы смещаете органы ЖКТ ближе на оборот к опухоли. А индивидуальное фиксирующее устройство, например, матраса, которое вы готовите? Это, наверное, менее важно, потому что мы используем каждый... мы делаем каждый день конбимс. Это тоже главное, потому что мы следим не только за тем, как мы уложили пациента, но еще очень важно, чтобы посмотреть, как... где находятся органы ЖКТ. То есть это тоже входит в технику. По поводу фракционирования. Дело в том, что для пациентов, которые собираются, которые потом должны быть оперированы, мы обычно используем более стандартные дозы. Вот в этом новом исследовании, которое мы открыли, было два пациента, которые уже прошли, пошли на операцию. Вернее, их было пять, но только двое смогли быть прооперированными. И из этих двух у обоих все-таки оставались клетки однокарциномы в том материале, который достали. Но операция была в течение четырех недель после облучения. Спасибо большое. Давайте последний вопрос, потому что мы немножко выбиваемся из графика. Пожалуйста. Скажите, пожалуйста, у вас, если я правильно поняла, из доклада около 40% были N+. Правильно я поняла? Да. Что вы делали с лимфоузлами в таком случае? Это первое. Вот. И второе. Руководствовались ли вы динамикой маркеров по определению показаний к локальному лечению? Потому что мы столкнулись при проведении стереотаксиса именно с тем, что всплеск маркеров при формально локальном процессе, рецидивном, в поджелудочной железе, в культе поджелудочной железы, ассоциируется с очень быстрой генерализацией после лечения, невзирая на достигнутый прекрасный локальный контроль. И что было причиной смерти больных, все-таки, если оценивалось это, в ваших группах? Спасибо больше. А, хорошо. Первый вопрос, извините, был. Первый вопрос был, что вы делали с лимфоузлами? А, с лимфоузлами. Мы их включали в объем облучения. В таком же режиме? В таком же режиме, да. Профилактически мы включали только узлы верхней прижечной артерии и силаек аксис. Ревный ствол. Но более малая доза покрывала профилактические лимфоузлы и более высокая. По поводу маркеров мы их используем, в принципе, чтобы определить, если у человека рецидив или нет. Мы за ними следим, но они никогда не являются единственным фактором, на котором мы базируем какое-то индивидуальное решение. То есть наблюдали ли мы, что маркеры в стиле слишком сильно... Просто я столкнулся с тем, что мы достигли прекрасного локального контроля. Но у человека перед лечением был всплеск маркеров, который, как мы надеялись, связан с локальным рецидивом. Вам выяснилось, что это было связано со скорой генерализацией. Вот в чем дело. Потому что это лечение дорогое, это лечение сложное для пациента и для больного. Для того, чтобы отсечь те случаи, когда оно бесполезно, чтобы этого не произошло. И по поводу тоже причин смерти. Я думаю, что нету достаточно количества данных, чтобы сказать, из-за чего именно всплеск таких маркеров. Я бы, наверное, тоже... Самое большое было бы подозрение, что у человека метастаза, если бы я увидела большой всплеск маркеров. Но, к сожалению, я думаю, что мы не можем использовать эти данные. Причины смерти мы до сих пор... Это, вы знаете, не так легко определить на самом деле. Поэтому, к сожалению, я не могу дать вам более... Спасибо большое. Спасибо огромное. Потому что больные в основном умирают не в нашем госпитале. Спасибо. Спасибо.